Ребят, всем привет, с вами Гару и вы смотрите мое новое видео посвященное Гвинту, в нем я продолжаю разбирать основы игры, кстати, если вы новичок в Гвинте и хотите узнать о игре побольше, рекомендую посмотреть два предыдущих моих видео, ссылочки на них прямо на экране. На этот раз, кстати, речь пойдет о Королевствах Севера, для людей знакомых с миром Ведьмака стоит упомянуть что Нордлинги представлены в игре в основном Тимерии и Ридании. Конечно, встречаются и карты с отсылками на другие государства Севера, к примеру, Коедвенская осадная поддержка. Но давайте уже перейдем к подробному разбору что к чему в Королевствах Севера. Единственный известный на текущий момент лидер Королевств Севера это Фольтост, которого вы видите на экране, Король Тимерии со способностью Командующий Севера, которая позволяет скопировать и разыграть копию одного из своих отрядов на поле боя, что отлично заходит под одну из популярных у северян Механик, который увеличивает силу карт в зависимости от количества копий этой карты в одном ряду или вовсе превращает обычных пехотинцев в героев, на которых перестают действовать погодные эффекты на другие специальные карты, ну и вообще различные обилки. На момент записи видео известно лишь три уникальных для Норлингов героя. Первый герой это известная всем медичка из Аксенфурдской академии Шани. Шани занимает осадный ряд и обладает шестой силой. Уникальная способность Шани под названием Аксенфурдская экспертиза позволяет не просто воскресить любое негероическое существо из вашего кладбища, но и сделать его героем, то есть невосприимчивым к любым специальным картам и обилкам. Очень приятная сама по себе героическая карта, очень удачно вписывается в общий концепт колоды северян, которая много внимания уделяет именно превращению простых существ в героях. Второй герой в полной мере соответствует этому наименованию. Это ведь известный вам по второму ведьмаку Ян Наталис или из книги Владычица озера, Канентабль Тимерии, герой второй войны с Нилюгардом, командир победоносной армии в битве под Бренной. Десятая сила и первый ряд, с мега крутой способностью дающей плюс два силы абсолютно всем вашим существам, даже героям, что как вы понимаете очень важно для колоды севера. Ну и наконец последний известный пока герой севера Вернан Роше, командир тимерского специального подразделения Синей полоски и доверенное лицо короля Тимерии Фольтеста. Просто герой, просто пятнадцать силы в первом ряду. Ребят, пятнадцатая сила пока максимальная в игре имеют лишь три карты, это Геральт мастер меча, это Ялмар и собственно Вернан Роше. В отличии от шпионов других фракций, шпионы севера позволяют вам взять две карты из своей колоды, одну открытую, а другую закрытую и предлагают вам выбор, какую из них взять себе в руку. В целом оба шпиона севера доступны пока что, очень похожи друг на друга. Оба с восьмой силой, вот только Дикстра играется первый ряд противника, а Талер в осадный. Уникальная специальная карта Нордлингов это Героизм, превращающая отдельное существо из всех существ с таким же именем в героев, со всеми вытекающими. Мега крутая и вкусная плюшка. Думаю, множество игроков подгорит после ее розыгрыша в финальном раунде. Из известных на текущий момент карт можно сделать вывод, что в дополнение к стандартным механикам вроде шпионов и резуракта, оно же воскрешение, Королевство Севера в целом выглядит как колода достаточно медленная, наращивающая свою силу на поле боя. Но если уж получилось, то ничего вам с этим сделать не удастся. Если вы играли в Гвинт, то прекрасно знаете, что все фракции могут круто разогнать силу своих карт различными комбинациями. Но все это легко контрится, всегда есть какая-то контра в виде погодной карты или карты со специальной обилкой. Только Королевство Севера могут сделать свою комбинацию достаточно мощную, еще и неубиваемой, благодаря Шане, благодаря Риданской Элите, ну и конечно же благодаря такой специальной карте, как Героизм, да и многим другим. То есть, как вы понимаете, большинство карт Севера так или иначе увязано с этой механикой Героизма. Либо это просто мощные существа, из которых хорошо потом сделают героев, либо они, когда набирается их 3 на поле боя, они становятся героями, или если они простоят несколько ходов на поле боя, они становятся опять-таки героями. То есть, все так или иначе завязано пока что на это. Любопытно то, что сейчас еще не показана известная всем нам по третьему Ведьмаку очень мощная осадная техника Северян, а из карт связанных с осадной техникой есть лишь Каидвенская осадная поддержка. Вполне возможно, что два новых лидера и не анонсированные пока обычные карты серьезно расширят список доступных для Севера стратегий. Но на текущий момент ярко прослеживается героизация своих юнитов. Даже два из трех известных героев в той или иной мере работают на эту уникальную механику. На этом пока что все, в колоде Севера мы еще обязательно вернемся, как о ней станет известно чуть больше. Ну а вы не забывайте подписываться и ставить лайки. Надеюсь вам было интересно и вы узнали что-то новенькое. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok